дорогие друзья всем привет хотелось бы поговорить с вами на тему актуальных новостей это поединок на олимпийских играх алжирский боксер мужчина который уже очень давно выступает среди женщин вот и против боксерши из италии у них был бой на днях боксерша из италии отказалась продолжать поединок так как пропустил очень сильный удар вот я с этим сама лично сталкивалась у меня была такая ситуация в жизни в 2020 году в иордании я боксировала на лицензионном турнире перед токио на первой лицензионный турнир поехала я и вышел против меня на бой тайский боксер парень как бы многие это знали и подозревали что это парень потому что до этого он выступал в категории мужчины тренируется он постоянно с мужчинами и просто видно по нему что это парень да в итоге туда с еще там 32 ему проиграла хотя я делала все для победы дело все чтобы победить был такой действительно равный поединок да но победу отдали ему и он в итоге поехал в токио сейчас он снова в париже мы поднимали эту тему но казахстанская федерация бокса на тот момент у меня не поддержала не сказали ну проиграла как проиграла не надо искать отговорки так скажем да вот хотя можно было бы побороться за лицензию и забрать эту лицензию которая по праву принадлежала на самом деле мне и сейчас новая ситуация повторяется и хочу сказать что ну там ни один да алжирис только выступает в женской категории которая является мужчиной их несколько и не два и не три я думаю что достаточно больше просто не все поднимают этот вопрос и то есть перед алипийскими играми все участники олимпийских игр и участницы знали то есть что возможно будут выступать трансгендеры так что их допустили это официально поэтому для нас для спортсменов и да например итальянки то есть я не думаю что должно было быть шоком потому что эта ситуация происходит уже несколько лет об этом все знают то есть это больше участок на олимпийских играх то придется бороться не только женщинами но и возможно с мужчинами поэтому такие вот дела что насчет этого я думаю я думаю том что если они хотят соревноваться участвовать в олимпийских играх мужчины которые себя считают женщинами пусть соревнуются между собой все равно мужская сила есть мужская да поэтому конечно считаю это неправильным но что мы можем сделать да как мы можем быть этому противостоять если например у олимпийского комитета на этот счет свои видения да нам только предстоит готовиться женщинам и доказывать что женщины могут свои женщины могут даже биться с мужчинами со всеми с кем угодно да с кем их поставят поэтому конечно для меня это не было удивлением вообще